Здравствуйте! С каждым днём за окном солнце всё больше и больше. У растений начинают выделяться гормоны роста, и они начинают расти. А я в этот период перехожу на летний режим. Что значит перейти на летний режим? Вы на канале Садовая Шкатулка. Будем разбираться вместе. Для меня перейти на летний режим, это значит, первое, помыть все поверхности стеллажа и подоконника. Второе. Все мои растения принимают тёплый душ. Третье. Увеличиваю поли всех растений, особенно тех, которые находились как бы в спячке в зимний период. Четвёртое. Обрабатываю все поверхности стеллажа и подоконника от болезней и вредителей, в том числе и от паутинного клеща. Пятое. Начинаю подкармливать растения удобрениями. Ну и последнее, шестое. Это растения меняют своё место жительства. Те, которые зимой, например, кактусы стояли в более дальнем углу на стеллаже, они переезжают на яркое солнце на окно. А растения, которые стояли зимой на ярком солнце, потому что зимой его нету яркого солнца, они переезжают от окошка подальше. И теперь каждый пункт разберём более подробнее. Сначала убираем всё со стеллажа. Крупные растения у меня переезжают в ванну, принимают душ, а мелкие растения я ставлю в тазик для обработки. Все поверхности сначала я промываю обязательно с порошком. Это же, конечно, необходимо для того, чтобы убрать загрязнения видимые. И также с помощью порошка я избавляюсь от каких-то бактерий, микробов, возможно, возбудителей болезней. И обязательно протираю подоконник. Мою поверхности от порошка. И следующий момент для меня очень важный. Я буду проводить обработку от возможных вредителей. Но, как я уже сказала, меня больше всего интересует паутинный клещ. Я развела фитоверм. Концентрацию, как указано на упаковке, я увеличила в два раза. Этим фитовермом можно пользоваться в домашних условиях. Можно использовать его, если есть дети, животные. Но, конечно, предварительно из комнаты их необходимо убрать. Фитовермом я опрыскиваю теперь все поверхности. И хочу обратить ваше внимание, что не просто горизонтальные поверхности, но и потолок, какие-то боковые стойки у стеллажа. И точно так же фитовермом я обрабатываю все свои подоконники. Пока фитоверм сохнет, я мою растения. Если большие растения я буду обрабатывать в ванной, то вот такие небольшие я могу их сделать прямо здесь, в тазике. Обязательно обрабатываю листики снизу. Стараюсь все-все-все листики обработать. Обрабатываю сами горшки. Это обязательно, потому что паутинный клещ, он может быть везде. И в почве, и на горшках, и на всех поверхностях. Прячется во все прям самые укромные уголки. Почему я обрабатываю именно от паутиного клеща? Потому что если один раз он у вас уже когда-то был, то это, знаете, я называю как бомба замедленного действия. В любой момент, даже через несколько лет, когда для него появятся какие-то благоприятные условия, он просто себя проявит и покажет во всей красе. Все поддоны я обязательно точно так же мою с порошком. Самые основные процедуры, которые я выполняю, я вам уже назвала. Сейчас, когда все мои поверхности высохнут, цветы обтекут после души и обработки, я их расставлю по своим местам, как они у меня будут находиться в течение всего лета. Плюс я подготавливаю место для будущей рассады. А когда есть рассада, то больше всего я боюсь наличия каких-то вредителей, которые на нее могут спокойно перекинуться с комнатных цветов. Чем больше растений, тем больше вредителей и болезней выходит из-под контроля. Поэтому я любитель проводить обработки заранее. Каждую весну и каждую осень я делаю такие манипуляции. А вам и вашим растениям я желаю здоровья. До новых встреч! Пока!